Очевидно, что, наверное, Путин будет всё-таки ставить своего человека, ручного человека, но тут самое интересное, что у Кадырова есть много своих любимых, тех, кого бы он может и хотел бы видеть после себя, но кандидатов на самом деле много. Там и Делимханов, и Магобен Даудов, и Хучиев, и Ахмад Кадыров-младший, но вот эти сторонники Кадырова, они могут начать между собой борьбу за власть? Нет, ни в коем случае. И хотелки Кадырова, если он умрёт, они уйдут вместе с ним, и Кремль никогда не будет пытаться реализовывать его хотелки или его пожелания. Они будут исходить из политической целесообразности, а она абсолютно очевидна. Там разницы нет. При сохранении той системы и того режима они могут поставить любого человека, и эта структура будет функционировать так. А вот персонажи, которых вы назвали, они никогда не являлись ни сам Кадыров, ни они никогда не являлись самостоятельными фигурами. Они пехотинцы Путина, пехотинцы Золотова и российской системы, которая привела их к власти и облагоденствовала. Война триває. Наши воины должны быть обеспечены всем необходимым на фронте. Сначала полномасштабного вторгнения команда территории твоей техники активно помогает Збройным силам Украины. Проте разом ми можемо більше. Наразі їхня мета 50 ударних дронів. Долучитесь до збору дуже просто. В роздрібних точках та в інтернет-магазині ttt.ua можна зустріти товари з особливою позначкою – зображенням шеврону першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка – гвардії наступу Буревій. 200 гривень з кожної вашої покупки такого товару йде на закупівлю ударних дронів. І нехай Буревій перетворить окупантів на гміль. Збір триватиме увесь вересень. Давайте наближати перемогу разом. Вони будут выполнять любі їх поручення і будуть їм лояльні до победного конца. Т.е. до конца своїх дні вони їм будуть лояльні. І тому повелення чи воля Кремля для них – це буде приказ, і вони його будуть выполняти абсолютно без яких-либо личних моментів, які, можливо, у них в умах складувалися за все це время. Коли Кадыров периодически говорив «он мой приємник» или «другой мой приємник». А в конце, уже останні 10 років, він перестав говорити і об цьому, тому що йому дали понять. Твоєго приємника будеш определять не ти, а ми. І ось цього часу він замочав і сказав «вот сьогодні є Кадыров і його фамилия, які управляють. А що буде далі – це в рухах Путина». Ось так вони себе і вели. А какови шанси у сіновей Кадырова? Від один із них вже їздив з'язкуватися з Путиним. Ну, вот относительно Путин, як він поведет себе. Назначит він. Вот я прежне говорив, разницей сегодня, кого він там назначит, абсолютно никакой нет. Але, исходя, опять-таки, з политических целесообразностей, він не може назначит його отпрыска 18-летнього губернатором, тому що це нарушає всю його саму структуру, яку вони вистроили по всій Росії. І тому цей варіант, на мій взгляд, він ісключений. А разниця ця ни в кого б він назначит, ні. Якщо б це вписувалося б в їх структурні реформи, які вони провели в течіні последніх 20 років, вони пошли б і на це. Тому що сам факт, чи саме назначення Кадырова-младшого, чи даже старшого голови республіки Чечни, це було визовом всіму чеченському обществу. Це була месть Путина за пораження в першу войну. Таким образом, він просто поставив саме низменні, собрал саме низменні групування із чеченського обществу і поставив їх над чеченцями. Це був вызов, це було зроблено спеціально. І, естественно, і зараз він б це продовжував з назначенням Кадырова 3-го, 4-го, якщо б воно відповіло їх структурним змінням, які вони провели. І тому він не пойдет лише на це. А не тому, що його назначення буде грати якусь роль. Ні в якій ролі воно не играло б. Ахмед Халинович, хочу з вами ще обсудити відео, яке опубліковав Кадыров, що він якоби жив, але погодо, мол, його дорогому дяде. На самом деле інформації не дуже-то і багато, але багато пишуть, що воно смонтировано, що воно було записано год назад, два-три, і взагалі не зрозуміло, що це за відео, тому що Кадыров тут сидить в полуоборот, і не зрозуміло, він ли це взагалі. А що це за чоловік, за якого так переживає Рамзан? Це його родной дяде, його оперували. В Чечні ці речі вже знають, і це невозможно сказати. Три-чотири неді назад його оперували, і ці сьомки зробилися ще. Тобто, що врач демонстративно озвучить 20 сентября, це, естественно, і є то наложення, о якому журналисты говорять, і вони проверили це. Тому мені непонятно на самом деле, чому вони спробуються скрити його состояние. Тому що дело в тому, що він с іюля місяця, в принципі, він не управляє, він знаходиться як би в отпускі. А почему їм щас скривати то, що він в тяжелому состоянию, що його здоров'я там... Вот це мені на самом деле до конца непонятно. І з яким целью. Тільки просто единственне, може бути, вони тем самим держат так. Це інтрижка така, яка привлекає внимание журналистів, і вопрос Кадырова, і зв'язаний з ним, держиться постоянно на перших страницах. Я думаю, тільки лише з-за цього. І, к большому сожалению, мирова преса і мирова журналистика, вона підхватила той тренд, який збросила Кремль для підтримання цього, для підтримання цей ситуації. Це на самом деле отвлікає від многого, від многих событий, тому що то, що відбувається на линій фронта, в Україні, намного інтересніє. Те процеси, які йдуть на Кавказі, вони намного інтересніє, ціхома та, але вони дуже негативно отражаються на репутцію Путина. І тому нас всіх отвлікають від від основних проблем. Від цієї імітній цей, від чому-то визвідненний в какой-то непонятний ранк болезни і смері життя Кадырова. Тому я не хотів комментижувати і не підтримував це. Тобто це може бути спланирований спектакль спеціально? Это не спланированный спектакль, это используется ситуация, потому что журналисты оказались очень подготовлены к тому, чтобы это подхватывать. Они просто это использовали. А его болезнь, она естественная, он очень давно болен, операцию делали, видимо, есть какое-то отторжение, неудачная операция, и в связи с этим его ввели снова в кому и продолжают над ним что-то колдовать и пытаются его спасти. Он нездоровый, это однозначно, он в очень плачевном положении, это однозначно. Все эти ролики, которые нам сегодня показывают, это абсолютные фейки на сегодняшний день. Я не знаю, может быть, через три дня он будет снова на ногах и он появится. Это в руках Всевышнего. Но на данный момент он лежит, он нетранспортабельный и он находится в очень тяжелом состоянии. Вот версии по поводу того, что с ним случилось, то ли его кто-то отравил, то ли ему пересадили почку, она не прижилась, то ли он увлекался наркотиками, много на самом деле тоже разных вариантов. Но есть ли же все-таки кто-то отравил? Отравление, мы знаем, это почерк Путина, но зачем именно сейчас? И какой версии вам более она близка? То, что его отравили или то, что он увлекался наркотиками? Просто по нашей информации, не то, что даже версия, по нашей информации он действительно увлекался вот этими успокоительными, их называют, как каким-то успокоительным, но это на самом деле были наркотики. Почти 15 лет, естественно, есть побочный эффект и у него проблемы с почками. По нашей информации, ему действительно в Арабских Эмиратах пересадили почку, но она не прижилась, и из-за этого у него пошли какие-то очень серьёзные осложнения со здоровьем. И относительно отравления. Я 99% уверен в том, что его российские спецслужбы не отравляли, потому что он им сегодня очень нужен. И сегодня, и вчера, и даже завтра он им нужен. Поэтому пока Кадыров живой, он им выгоден, он им полезен. Они эту фигуру демонизировали, раскручивали все эти годы. И вот если раз один день они его лишатся, нужно много времени и много вкладывать для того, чтобы создать такую же альтернативную фигуру, на которую можно сбрасывать. Он на самом деле — это мусорный ящик, который они создали в Чечне. Вот весь негатив, который сегодня имеется в Чечне, или последствия тех преступлений, которые российские спецслужбы и Россия совершила в Чечне, они это будут переводить на Кадырова. И, конечно, он им пока был выгоден и живой. Вернее, он им выгоден, пока он живой. Вернее, он им нужен живой для того, чтобы они его использовали по назначению. И поэтому я не думаю, что российские спецслужбы его травили. А как вы думаете, почему он лежит в Москве? Что здравоохранение в Чечне не то, и доверяет ли он московским врачам? Ну, там была ситуация очень экстренная, когда его вывозили. Естественно, его лечащий врач, которого они похитили и скрывают где-то на сегодняшний день, и, естественно, он был вынужден обратиться в Москву, и его вывезли туда. Я думаю, он на самом деле находится у тех же врачей, которые обслуживают Путина. Потому что для Путина его сохранение на этом этапе, как я сказал, это не очень важно. Это ему не безразлично. Хотя никакой такой решающей роли это не играет. Но ему важно его сохранить живым для того, чтобы в последующем возложить на него все те преступления, которые они совершали в Чечне. В этой всей ситуации мне припоминается то, что писали разные СМИ после такой спонтанной смерти Пригожина, что Кадыров будет следующим. Вот как вы это прокомментируете? Никак не прокомментирую, потому что я с самого начала был не согласен с такими выводами. Я знал, что Путин его специально травить не будет. Дело в том, что, смотрите, я исхожу из логики. Если какого-то бычка откармливают, его откармливают для каких-то мероприятий, или к свадьбе, или к похоронам, или к какому-то празднику, или для решения какой-то проблемы. А вот такого человека раскручивают и его делают для того, чтобы его дорого продать. Потому что сегодня нет смысла, нет никакого смысла таким образом ликвидировать Кадырова. Потому что это на фоне идущей войны в Украине. И при той лояльности, которую Кадыров всё время подчёркивает, нет необходимости это делать. И это неоправданно. Да, Кадырова откармливали, его демонизировали для одной цели. Для того, чтобы начать третью военную кампанию в Чечне. Но в связи с войной в Украине и с тем затяжным вариантом этой войны, этот сценарий отпал. А для того, чтобы его предать, предать, закопать, или похоронить, или отравить, нужно же какой-то очень серьёзный повод должен быть для того, чтобы это было оправдано. Вот то есть, смотрите, каждый день Россия платит Кадырову и этой структуре 1 миллиард рублей. Просто спрашивается, вот зачем его кормили, для того, чтобы просто сегодня мы проговорили и поговорили, и начали рассуждать, кто вместо него придёт или не придёт. Нет, его откармливали совершенно для других целей. И эти цели и задачи пока ещё не выполнены. Поэтому он им нужен живой. И они его...